Выпавший снегопад проверил готовность дорожных служб к зимним условиям. Вся техника и штат дорожных рабочих, имеющиеся в наличии у предприятия Дромор Чадерлунга, были задействованы с раннего утра на расчистке дорог. Из-за сильного ветра и непрекращающегося снегопада появились заносы. Дополнительно работники дорожной службы провели подсыпку склоновых и опасных участков магистрали. УТОДЕО началось сегодня с 5 утра. Вышла вся техника, два грейдера, два Т-150, ТЗ-82, погрузчик. Все на дороге работают с 5 утра. На сегодняшний момент все подъезды к зелам, национальные дороги расчищены, подъезд есть. Остается обледнение на дороге, что одним КАМАЗом мы не успеваем подсыпать все дороги. Но думаю, что к вечеру все дороги будут подсыпаны и прочищены. Действительно, дороги были своевременно расчищены и каких-либо проблем у автотранспорта не наблюдалось. За исключением трех большегрузных авто, припаркованных на обочине. Тяжелые машины не смогли с первого раза преодолеть подъем на выезде с села Тамай в сторону Чадерлунги. Водители дожидались, когда задействованный на этом участке грейдер дополнительно расчистит дорогу. Возможно, образовавшееся обледнение дорожного покрытия и установленное на колесах специальной цепи не позволили преодолеть подъем. Дело в том, вот мы прошли с пешком, пошли до подъема. Вот здесь, как говорится, более-менее еще, вот тут можно, как говорится, взять ход и пойти. Но на самом верху, на самом пике, там, считай, лед. Но лед там. Где-то минут 40 пускай будет. Сверху жижа, а снизу лед. Уже после дополнительной обработки дорожного покрытия грейдером, многотонные автомобили смогли преодолеть сложный участок. Расчистка дорог продолжалась до позднего вечера. На случай форс-мажорных обстоятельств выделена техника для оказания помощи застрявшим машинам. Напомним, метеорологи объявили желтый код опасности на всей территории республики. Министерство автотранспорта также обратилось к представителям МВД с просьбой ограничить движение по дорогам общего пользования автомобилей, которые до сих пор не были оборудованы зимними шинами. Этот запрет распространяется и на многотонные транспортные единицы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова